МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую всех наземных жителей и их родителей. Я морской мудрец, граф Батискаф. Мы с вами в жемчужной бухте. Этой глубиной владею я, граф Батискаф. Подводная математика, мой морской конёк. Я могу сосчитать все жемчужины в бухте, а их, поверьте, немало. Ваше жемчужество. Вы только послушайте. Ваше жемчужество. Понятно. Ламинария? Да. Ну и как она тебя на этот раз обманула? Мы помогли старому скату переплыть на другую сторону моря. А за это он испёк для нас круглый пирог с водорослями. Пирог один, а нас двое. Вот ламинария и взялась его разделить. И разделила неправильно. Её кусок пирога больше. Ну что ж, давай разберёмся. Шарик! Ну-ка, сплавай за ламинарией. И скажи ей, знаешь ещё что? Пускай она захватит свою часть пирога. Давай, один плавник здесь, другой там. Сейчас разберёмся. Звали ваша рыбомудрость? Хотите пирога с водорослей? Сначала надо выяснить, честно ли ты разделила пирог. Акулизуб, ну-ка показывай свою часть пирога, будем сравнивать. Так это, ваше морейство, я это, его с горя уже съел. А кто бы на моём месте иначе поступил? Вкусно же, хоть и мало. Ну раз съел, так чего теперь на меня жалуешься? Нет пирога, нет жалобы. Я, пожалуй, поплыву. Ламинария, стой! А ну-ка покажи свою часть пирога. О-о-о! Я и так вижу, что если пирог был круглым, Круглым, круглым. То твой кусок явно больше, чем тот кусок, который уже съел пират. Ребята, попробуйте мысленно дорисовать круг. И отрезанная часть пирога будет гораздо меньше вот этой. А вот ничего подобного. Я старалась, делила, резала. Тут одно из двух. Или ты всё-таки схитрила, как обычно, Или просто не знаешь, как правильно разделить на две равные части пирог. В любом случае, сейчас мы с вами будем учиться, как правильно это делать. Ну что, друзья мои, за мной начнём! Ламинария, я так и знал, что ты разделила не поровну. Почему все думают, что ламинария только и делает, что обманывает? Это не так. Я, может быть, всей душой, всем сердцем хотела всё сделать по-честному. Не моя вина, что круглый пирог так трудно разделить на две равные части. На самом деле, это совсем не трудно, если знать несколько правил. Давайте потренируемся вот на этом круге из бумаги. Ламинария. Разрежь его на две равные части. Так. Вот. Вот теперь совсем ровно получилось. Да где же ровно? Мои сухопутные друзья, поддержите меня. Ламинарию чистить акульи-плавники. Она не умеет делить круглые пироги. Даже на бумажном круге видно, что одна половина больше, чем другая. Акульи-зуб, не придумывай. Во-первых, половина не может быть больше или меньше. Половина – это всегда поровно. А во-вторых, эти части совершенно одинаковые по размеру. Ведь вы согласны со мной, а не с пиратом, да? Да ничего подобного. Я докажу, где же они ровные. Вот видишь, одну наложили часть на другую. Сразу стало понятно, что они не равны. Ну, может, совсем чуть-чуть? Ну, разве это так важно? Когда делишь круг из бумаги – не важно. А вот когда это вкусный пирог с водорослями – очень важно. Очень. Сейчас разберёмся, в чём у ламинарии была ошибка. Возьмите по новому бумажному кругу. Теперь сложите его пополам. Вот так, чтобы края совпадали. Вот, согните его хорошенько. А теперь разверните. Посредине круга видна линия сгиба. Если по этой линии разрезать круг на две части, то как раз у нас и получится две половинки. Сейчас проверим. Так. Ну-ка. Разрезаем. Так. Теперь нужно наложить одну половинку круга на другую. Так. А? Две части одинаковые. Да. Никогда не думала, что делить честно – это так просто. Тысяча дробей и три квадратных корня. Это всё, конечно, хорошо. Бумажный круг мы на две половины научились делить. Ну, как быть с пирогом? Ну, как быть с пирогом? Его-то пополам не сложишь. Есть один способ. Но нам опять понадобится бумажный круг. Ну, точнее, одна из его половинок. Ух, снова бумага. Ну, когда же для изучения математики нам понадобится вкусный пирог? Итак, нам понадобится половина бумажного круга и целый пирог. Ого, уже сработало. Половина вот этого круга как раз равна половинке пирога. А, поняла, поняла. Значит, если половинка бумажного круга равна половинке пирога, значит, нам нужно просто наложить её на пирог. Вот так. И резать. Ну-ка. Подержу. Ну-ка. Так. Аккуратно. Убираем. Теперь у нас две равные части. Половинки. Ого. Ну что ж, ламинария, за быстрое и правильное решение я дарю тебе целый пирог. Спасибо. Ну, а ты, Акули, Зуб, получаешь вот эти две половинки точно такого же пирога. А это почему это мне только две половинки? А у ламинарии целый пирог? Так нечестно. Ей пирога достается больше. Почему у ламинарии всегда самое лучшее? Просто загадка какая-то, а? Да ты что, пират? Мне пирога, наоборот, досталось меньше. У меня ведь всего один пирог, а у тебя целых две половинки. Разве ты не знаешь, что два больше, чем один? Да, то есть нет, то есть да, но, но, ламинария, хватит меня путать. Сейчас на ноли умножу тебя. Отдавай мне целый пирог. Акули, Зуб, не кричи. А ты ламинарию его не путай. Вы оба не правы. У вас равное количество пирога. Да. Вот у тебя одна половинка пирога и еще одна половинка пирога. Это сколько? Две половинки пирога. Да, верно. А две половинки пирога, это как раз и есть один целый пирог. А разница только в том, что у тебя он уже разрезанный, а у ламинария еще нет. Тогда ладно. Ламинария, я тебя прощаю. А на чай пригласишь? Уж очень тебе вкусные половинки пирога. Угостишь? Не хитри, коварная ламинария. Меня не проведешь. Чай я тебе, конечно, налью. А пирог свой ешь. А то опять мне меньше достанется. Проснулся великий вулкан. Ммм, чувствую запах пирогов. А хотите мы с вами поделимся? У пирата как раз пирог на две половинки разрезан. Вулканы не едят пироги. Вулканы любят, когда решают их задачки. Готовы? Тогда вот ваша задачка. На столе перед вами лежат части разных рисунков. Узнайте, одного ли размера эти части. И что получится, если соединить их вместе. Ой, это простое задание. Чтобы выяснить, равны ли части, нужно наложить одну половинку на другую. О, видите, равны. Теперь попробуем соединить. Так, вот так. Вот так. И так. Все получилось. Кусочки рисунка, которые достались мне, оказались половинками двух черепах. Интересно, а что у меня получится? У тебя ничего не получится. Вулкан наказал тебя за хитрость. Смотри. Это слишком маленькая часть. Видишь? Половинка моей черепахи гораздо больше. Значит, у тебя все неправильно. И рисунка никакого не получится. Наконец-то у меня что-то получилось. А у Минари нет. А вот и нет. Все у меня получится. Если наложить одну часть моего рисунка на другую, вот, то они одинаковые. А значит, это половинки. И если их соединяешь, получаются две рыбы. Вот. Но ведь такого не может быть тысяча дробей. Ваше морещество. Ламинария опять хитрит. Я же проверял. Мои половинки были гораздо больше, чем ее. А мы знаем, что так быть не может. Половинки – это всегда равные части. Мои сухопутные друзья, вы ведь уже догадались, в чем тут дело. Но для Ламинарии и Пирата я все-таки объясню. Посмотрите на получившиеся у вас картинки. Разве они одинаковые по размеру? Нет. У пираты крупные черепахи, а у Ламинарии небольшие рыбки. Поэтому, когда Акулий Зуб пытался сравнить свою половинку черепахи с половинкой рыбы, ничего хорошего не получилось. Ведь это половинки от картин разных по величине. Ваше жемчужество, я все поняла. Можно я теперь поплыву? У меня столько дел, столько забот. Пока. Разрази меня, квадратный корень! Она опять меня обманула, опять за ней не уследил, за этой коварной колдуней. Она уплывая унесла с собой один целый пирог и еще один почти целый. Ну, не переживай. Я тоже виноват, что не уследил за Ламинарией. Так что, возмещу тебе ущерб. Вот, у меня тут есть несколько золотых медалей. Ну, точнее, половинок медалей. Ну, видимо, мой шарик немножко с ними поиграл и погрыз. Но если ты узнаешь, сколько можно собрать медалей из этих половинок, то они снова станут целыми. А не обманываете? Ну, что ты! Правда, я сам не знаю, как это получается. Ну, по-видимому, какое-то математическое волшебство. Что ж, проверим. Мы знаем, что в одной целой медали должно быть две половинки. Да. Значит, нужно соединить все половинки по парам. Соединяем. Так. Ага. Еще. Вторая. Так. Еще. И последняя. Вот, готово. Теперь осталось только посчитать, сколько медалей всего получилось. Мои будущие юные пираты, помогайте. Одна, две, три. Три медали. Я справился с заданием. Ой. Медали и правда стали целыми. Теперь я богаче в ламинарии. У меня и золото, и пирог. Йо-хо-хо. Ай, медали. Пирожок. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. До свидания, граф Батискав. Хе-хе-хе. Тысяча дробей, пирожок и медальки. Кстати, а у меня ведь еще один пирог припрятан. Фа! Кажется, пришло время и мне отдохнуть, и выпить чаю. Но сначала, ребята, давайте с вами повторим то, что мы сегодня узнали. Мои сухопутные друзья, сейчас пришло время повторить пройденную тему. Сегодня мы узнали, как разделить круг на две равные части. Сложите круг точно пополам, разогните лист и разрежьте по сгибу. Наложите одну часть на другую. Совпадают? Значит, части равны. Уважаемые сухопутные жители и их родители, вот домашнее задание на сегодня. Возьмите цветную бумагу и сделайте несколько кругов разного размера. Сложите их пополам и разрежьте на половинки. Эти половинки наклейте на лист бумаги, чтобы получилась какая-нибудь картина. Жду ваших работ морских и математических. Ваш граф Батискав. Нужна нам математика, как воздух под водой. Сестренку или братика, скорее берись с собой. И с нашими героями учись всегда на пять. Подводные сокровища поможешь сосчитать. Один, два, три, четыре, пять. Теперь я научусь считать. Программа есть в подводный счёт. Кто знает счёт, тому почёт. Сокровищ много под водой. Собрать их надо нам с тобой. Содна подводного достать. И математиками стать. Один, два, три, четыре, пять. Теперь я научусь считать. Программа есть подводный счёт, Кто знает счёт, тому зачёт!